ничего могу сказать уже видно смотрите что мы сделали садиков у меня потолок я кого-то на хромаке стою теперь можно вот так вот зато звук смотрите я далеко телефона видите слышите точнее мы слышали звук звук вообще короче жесткий осталось только на окна прихуячий шторы и все но немножко провисший но мы будем его ремнями закреплять короче немножко такой пузатый получил два даже не видно все черный все ребята осталось ну короче шторы причем и все колхозе на ему потом короче видосик запишу отдельно для телеграм мы покажу все как у меня все поменялось расскажу как колхозе ли короче но что вам могу сказать ребята моя удача как всегда меня настигла тогда когда я не ждал у нас на ли ситуации стрёмно сейчас все расскажу это про клип который вам анонсировал уже долгое время говорил что все разъебет это чистая правда но к сожалению по некоторым обстоятельствам мы его снять не можем по законам обстоятельствам теперь я могу это рассказать как бы это грустно не звучало но рассказывает должен был быть клип ребята на мазил лов кто из вас догадался поздравляю я видел там некоторые догадались вы сами понимаете песню это мы написали до того как вышел закон о гей пропаганде да и короче сейчас мы все время чем занимались это дрочили юристу чтобы они бегали то ли в прокуратуру то ли куда выбивать разрешение нам это разрешение не дались ну вообще оригинальной песни не дались сделать мы предложили заменить все гейские строчки перепеть женским голосом нам это короче мы крутились как могли и засеивать я в итоге этот клип не смог вот мы опасаемся сильно что у нас будут проблемы после этого ребята короче считайте что вы потеряли еще один клип лишь а в главный ролик то должен был сниматься не знаю может быть попозже скажу но короче ну облом может быть на стриме перескажу вам сюжет ну просто знаете что не получилось вот короче я хотел снять клип не говоря вам на клип ну блять на песню мазел лов я все продумал сценарий короче следующий давайте рассказываю все просто все расскажу я давно хотел для стрима держал сценарий короче так как вы знаете что мы записывали эту песню когда не было лгб ну закона пропаганде лгбт ну вы помните короче тот текст который я короче решил съехать вот так типа клип такой типа больница поняли роддом рождается ребенок медсестра стоит ну лежит женщина которая только что родила этого ребенка и и за за руку держит ее муж медсестра поднимает ребенка и говорит ебать у вас девочка типа поздравляю как назовете жена смотрит на мужа и говорит илья но не одобрительно кивает женщина роняет короче отваху и типа роняет ребенка начинается клип короче ну и короче песня должна была быть про девочку которая зовут илья и мы следой и и ее все обижают ее на сессии глупятся короче за ее имени но мы с ильей и и с ильей игры мы следой замечаем эту девочку илью и начинаем за ней ухаживать в общем ну вот такой клип короче и самое главное чё клип вообще там сценарий очень крутой он пиздец популярным был бы короче я договорился о том что там ну много таких прикольчиков должно было быть я хотел чтобы в конце это девочка типа никого из нас двоих не выбрала а уехала на машине с братишкиным с ним мы это договорились ну уже да прикольно типа концовка и самый прикол когда мы писали сценарий когда я договаривался с людьми илья мазелов об этом вообще не знал я хотел чтобы он охуел я хотел ему написать перед клип перед тем как если бы клип мы сделали перед тем как он вы ну должен был выйти я бы написал или и что типа завтра у меня там допустим да выйдет там песня пожалуйста ни при каких обстоятельств не смотну не смотри сольно пожалуйста только на стриме ну я хотел эмоции короче поняли вот так ну короче чё договорился с братишкиным очень долго искали актрису главную и тут судьба так завернулась я познакомился угадайте кто кто должна была быть главной актрисой я просто познакомился с одной девчонкой и у нее синие волосы существует много телеграм-каналов но вот этот мой короче подпишись там ну пажем там всякие штуки крутые пока анохина должна была быть главной роли лиза анохина блять прикиньте нахуй до вас бы всех ебало порвалось она согласилась чуваки она согласилась блять ну и короче все я это всю хуйню собираю думает пиздец что я вытворил нахуй что с этим клипом будет это же пиздец но это же реально событие я понимаю рофловая да вся хуйня ну короче но это же событие целое же просто пиздец типа ну жуть короче но это прикольно само ее появление это будет типа чё блять ну и вот и тут короче мы уже после того как подготовили весь клип я уже за анонсировал что буду кое-чё снимать вы все охуеете нам пришла мысль в голову а что если нас вы блять за ну просто за эту песню блять нахуй мы же юриста и пошел юрист короче в прокуратуры договариваться ну там я не помню куда он пошел конкретно не могу сказать не помню и они сказали нет потом я говорю блять а давайте мы все строчки от мужчины к мужчине да заменим женским голосом чтобы был как бы диалог между мужчиной и женщиной традиционной ценности вся хуйня они сказали нет я говорю а что если мы запикаем ну я уже боролся до последнего клянусь блять но не говорят что нет не стоит то есть нам никто не запрещал понимаете нам это никто запретить не может просто они могут это оценить да и сказать своей страны могут ли они это считать лгбт пропаганды да по это закону или не могут их каждый раз они говорили могут ну типа вполне возможно и уже под конец я сказал давайте мы все нахуй запикаем вообще каждую блять ну все такие строчки так скажем да ну и нам ответили что типа не как бы хозяин барин ебашьте если вам прямо очень хочется но как бы если что проблемы могут быть ну и короче мы следой порешали поняли ли даже достаточно такой человек который очень много но он же зарабатывать в основном не в интернете а гастролями да мне уже концерты расписаны пиздец на полгода там вот и он боится короче сеть ну это логично типа то есть ничего такого и он боится что могут быть проблемы из-за этого короче что концерт начнет терять ну и короче мы порассуждали и поняли что ничего мы снимать в итоге не будем все что не делается все к лучшему но сука этот клип должен был такой популярный быть блять ну это вообще там вайп такой я вам говорил что вайп такого года восемнадцатого короче должен был быть и нихуя этого не случится и снял естественно так как я уже поехал снимать клип чтобы не проебываться снял клип но только он выйдет не скоро я не скажу что он такой сильный потому что мы его за неделю собрали когда поняли что надо что-то новое снимать ну очевидный хит из моего альбома будущего короче вчера на концерте у лиды не так много пил реально немного единственный косяк был это мы пили гермейстер и я позволил себе немножко стаканчик джина выпить все все блять вот она старость короче знакомьтесь это уже повод для похмелья такого но не скажу что прям ужасно достаточно серьезного короче бля как но я просто поныть немножко вам как жить вообще я не понимаю вообще в этой жену в этой вселенной блять но еще один старт старперский лайфхак если заказал полисорб выпил две кружки полисорба и как рукой сняла 6 я того все ебал вот такая вам история ребят в аэропорту пиво 700 рублей стоят 715 рублей блять я за 715 рублей блять знаете что сделаю я человеку 1 уничтожу были за 715 рублей а мне тут бутылочку пива блеков 30 рублей стоит блять счет того все ебал вкусные конечно но не на 700 ребята спасибо большое компания smart ави за то что перенесли по как я понимаю вход ну короче мы опоздали на рейс я не буду сегодня концерте у мазелова вообще поэтому вот мы стоим у кабинета в аэропорту вы смотрите время работы окончания по истечении одного часа после фактического вылета спасибо спасибо вам большое за работу smart авиа я вашу мать ебал я вашу одну отца ебал родственников ебал мертвых живых как бы всех подряд поэтому спасибо вам большое перенесли выход ни одного объявления по динамику мы опоздали на рейс вас в офисе нет я вашу мать ебал пошли нахуй ебал и гниды короче рассказываю как было попил пивка значит за 700 рублей кстати вот было бы интересно чтобы не smart авиа возместила короче пиво за 700 рублей а еще отель проживания на ночь в отеле казанском сколько там стоил отель у меня десятку вот было за ночь до ну вот десятку был вас короче 10 тысяч семьсот пятнадцать рублей короче ну да но естественно естественно считая билетов короче мы подходим к регистрации не регистрация получается к посадке там никого мы подходим к таблу показывает наш рейс и там написано короче перенесен перенесен вход типа посадки поняли ни одного объявления ничего вот мы пытались найти эту компанию короче здесь в аэропорту их офис вот нас ну конечно послали нахуй потому что никого нету им всем насрать smart авиа ну конечно мать ебал страшно чем пользуюсь ватными палочками и 1 5 сказал что никто нам никто нас не объявлял в там ну типа ни одного объявления короче в громкоговорители таблея они оказываются перенесли выход типа посадочный короче я ебу короче у них просто без они на мне все начали писать ребята знакомые кореша не кореша блять все пишут smart авиа это просто лютый . короче вот но могу сказать у нас единственный вариант мы сейчас смотрим варианты как не попасть казань потому что мне там съемки начинаются и клипы и всего остального и короче ребят что вы понимали билеты 40 тысяч рублей выходит мне 40 тысяч блять еще раз 40 тысяч рублей из того что smart авиа их мать ебал проебались короче я должен заплатить за билеты теперь 40 тысяч рублей это за две пересадки короче все у меня слов нет твари ебаны про их реально нет в офисе мы зашли блять их нету в офисе где они ребята без негатива какой-либо видите я очень спокойный на данный момент поэтому никаких проблем чисто от меня просьба пожалуйста достучитесь до смарт-авиа и в итоге начинают люди писать и они начинают просто комментарии удалять да на насрать блять сидят хуярит комментарии они посты свои поудаляли они начали банить людей блять авиакомпания нахуй ты с ними пытаешься они от тебя бегают блять ты нахуй соцсети людям пишешь причем я ни разу не писал идите выебите их или еще что-то я так и сказал ребята пожалуйста напишите им просто ну что где вы есть как мне достучаться до вас и я видел много людей писали но скрины кидали о том что они писали очень культурно грамотно чтобы извините пожалуйста вот такой-то человек данила каш ну короче такое сообщение они на пошел нахуй всех банят блять ну короче ладно я просто хотел ебсти их но мне так вообще блять у меня сил нету вообще чуваки я столько ебашу последнее время что пиздец и мне просто не до этих смартами просто самое обидно что я пропустил концерт не деньги даже что или еще что то ну что ребята спасибо всем большое за вашу поддержку за вашу хуешку еду в купешки за пояском ты тэшка играю ребята seven days туда и сюда вреда пиздил мы короче договорились чтобы нам купешку отдельную вывезли потому что у меня с собой очень много денег хоть где-то какие-то плюсы поэтому мы едем как сперма завтра и в 4 утра я приезжаю москву и потом едем в аэропорт и вылетаем в казани вот такая у нас такое нас приключение вот смарт-авиа смарт-авиа ждать не забыл уже спасибо вам большое ребят дай вам бог здоровья а вообще хотел ну что там короче с хейтом вот с этим с этими событиями тоже нормально не извинился чуваки сорян реально я знаю что много ребят брали билет в казани на концерт мазелла чтобы меня посмотреть ну судя по комментариям вашим да если не пиздешь вот хотел перед вами извиниться конечно тут ведь такой казус просто почему я сам табор бомблю сильно смарт-авиа да похуй проебал проебал да типа полет просто вот ну концерты у меня такая очень ответственная история короче моей жизни поэтому поэтому очень извините ребята сам очень сильно расстроился в этом плане сам расстроился что не могу короче полететь но его сегодня прилететь короче вот так вот сорян ребята ну может быть еще когда-нибудь а у мазелла концерт же по моему мая давить ну короче о ну тогда вот в питере кто будет приходите оказание уж как-нибудь потом когда-нибудь ребята я очень придумаю например ну сдохну сладья не сдохнет не сдох а можно потому что это шутка нет или да ребята не могу не похвастаться я снял себе апарты это моя терраса птички чирикают где-то я того все бля фу блять что за что за апартаменты такие бархатные ну короче все я приехал ребят сходил душ все теперь мне заебись сейчас мазелов приедет будем пиво пить по он дрэйк тоже тут ну короче вот такая фигня ребята блин не знаю успели я постримить потому что завтра у меня я завтра уже клип снимаю до ночи ночью я уезжаю в москву ночном поезде и там каждый день у меня съемки до 29 ну короче жестко блять попробуй постримить муж не успеем мы катаемся на самокатах вода не вот мы тут балдеем я наебнулся бы я попал в аварию вот моя штанина еще блять жопа наху белая блять это пизда блять ой 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 короче нормально балдеем казань балдежка мусорить вода там набережная тут антаграун 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 купили арене на рынке хуйню за 300 рублей вот и нормально балдеет он блять кроссовки и и нахуя и из-за них перевесил на ебнулся блять да из-за них ну все пока такие делишки шишки мы катались на набережной на самокатах я наебнулся денис упал вот мы тут тебе скейт-парк покажи штанину твою но ты встанет нет и встань нам очень весело всем спасибо за внимание привет ребята простите за поздний кружок просто мне тут ну конечно немножко неловко но мне в отеле пришел несколько передали вам сигареты как я понял британский ног ама лондон скама записочка или спасибо большое за цветочки они кстати настоящие и пахнут хорошо спасибо и даже неудобны только пришел короче домой в отель уставший невероятный спать три часа прикиньте короче жестко ну короче вот как смог выдавил спасибо большое огромнейшее реально приятно неловко как даже не по себе немножко растерялся все клип снят сегодня и думск завтра там начинаем снимать шоу выпуска очень устал прям выебан клип не ждите пока что он к альбому а шоу постараемся выпустить как можно быстрее если форсов не будет приеду хочу дня три просто ничего не делать а потом скажу все как у а когда приеду сяду дописывать альбом шумаки нам составит дверь и что теперь вот сделал ты лицо будто бы яйцо все супер дупер есть шурупер ходишь вокруг палки ты что попил палки а ты куда пошел ты вернись подошел к своим друзьям и и что теперь нельзя а кто-то там а кто-то тук-тук кто там столь диппопотам а ты выходила а ты выходи давай из кабинки нашей выйди из кабинки и и пригуляйся на улице не буду вам жаловаться но пиздец это было сложно конечно я потом расскажу вам на стримчике как какие мне переезды как я спал по три часа мы проебали этот самолет больше самолетов нет только один я вам рассказывал за 40 тысяч рублей билет мы поехали на московский вокзал с вокзала мы поехали в москву на ночном рейсе в 4 утра мы были в москве оттуда мы ебашим в домодедово в 7 утра у нас вылет был и в 9 утра мы были в казани я нихуя не выспался нихуя не отдохнул короче соответственно мы приезжаем в казань рано утром я заселился в отель там но с мазелом с ребятами пока повидались пока чё да ну я там с роднёй должен повидаться то что не единственный день отдохнуть в итоге я возвращаюсь после родителей домой в полночь ложусь спать 3 30 короче я встаю то есть я спал три часа мы поехали на съемки потому что я объясняю почему на съемки должны были так быть съемки у нас начинается в 4 утра 4 утра мы отхуячили с 4 утра до вечера мы ебашили бесконечно съемки прям очень много как мы закончили съемки вечером часов 76 вечера мы сразу поехали на вокзал на ночной поезд блять поняли в москву в москве на следующий день я уже снимал в выпуске шоу несколько дней подряд вот такая вот такой у меня график был и просто если бы я успел на самолет я бы ну я бы выспался и заранее бы все успел но вы поняли короче и по в итоге очень тяжелые съемки были пиздец но у нас москве был один день перерыв я в итоге отдохнул более-менее короче но жестко было щебли вот сейчас москве снял два выпуска в час только вот минут три поля 5 минут назад до сняли последний выпуск чуваки все выпуски 2 охуены с охуенными песнями в новом формате смотреть будет вообще не скучно больше никакие студии душнилов короче сами потом все поймете все ждите сейчас я завтра еще целый день здесь потом ночной поезд 30 я питере мне нужно два дня отлежаться хочу реально хочу полежать отдохнуть или сериалы посмотреть я ничего не делать потому что я вымытым конечно сильно но очень доволен результатом это просто охуительно сейчас второй выпуск сняли вообще без силы вы просто впечатление охуены надеюсь вам все понравится и первый выпуск выйдет уже вот-вот через недельки 3 где-то то есть очень быстро все сняли охуительные выпуски замечательный блять они на порядок лучше тех трех которые у меня на канале лежат я сейчас снял 2 да я же придумал я вам не рассказывал да можно запалить я думаю но это вообще не спойлер нисколько я думаю наоборот интерес поднимет я придумал концепцию я не знаю рассказывал это на стриме или нет я настолько много пишу блять я придумал охуенную концепцию она заключается в том что мы берем старые песни хиты такие уже прямо известны и перепеваем их как это делать сейчас современные рэперы все так это будет намного интереснее смотреть и музыка будет узнаваемая и чуваки первые два выпуска мы сняли по факту я хотел вообще вот эти два выпуска которые мы снимали в москве снять и все хуй забить нихуя это очень рабочая схема оказалась пиздец там песни мощные получились поэтому я не исключаю что я еще могу ебануть влог получится немножко сумбурный это не такие влоги которые на ю тубе снимали просто когда успевал телефон включать и снимает это снимал вот ну такой немножко дебильный я даже не монтировал еще вот сегодня на концерт мазела выйду там до снимаю последний это самое в влог ну короче да немножко туповато будет но хотя бы что-то посмотрите хоть что-то вообще почему нет ну мы об этом и говорили что в телегу сливать ничего сложного не будет короче не знаю когда смонтируя вот сегодня до сниму все последние и в принципе потихонечку можно садиться и пошел я вас предупреждаю что каких-то вау гостей не будет по факту все свои потому что там очень большие сложности были в при согласовании короче вообще я больше наверно я хочу это шоу снимать сейчас объясню почему но наверное буду это редко делать потому что договариваться особенно понять несколько дней подряд снимать выпуски с артистами до которые все в турах все в хуюрах делаться но понимать это вообще дрочка блять я конечно знал я когда данилку кашина снимал меня примерно такая же хуйня была но сейчас еще жестче короче вот уж все запаливать не буду кто как отказывался были неприятные короче люди но естественно я уж это ничего говорить не буду просто говорю что сложно было снимать недельки через полторы две короче неважно короче выходит шоу вот первый выпуск их всего лишь два много не сняли но песни там а пупениши я вам серьезно говорю будете слушать просто вне вне шоу по-любому жалко на площадке такое залить нельзя ну короче услышите давайте опять а а и 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 Спасибо большое, что пришли сегодня здесь Мы сегодня всей командой поддерживаем Юп Азялова Спасибо вам большое, что позвал Сегодня я хотел вас попросить о чем Я сегодня поздравляю своего друга с днём рождения И хочу, чтобы вы в этом посодействовали мне Короче, я говорю, с днём рождения! Вы все кричите, поднимаете руки и все в хуйнях, хорошо? Влад, дружочек, с днём рождения тебя! Получилось! Какой в ад ебал ты гнида! Спасибо! Ну ладно, погнали на следующий КОНЕЦ Я боюсь писать, здесь не хочу мне не описать Я боюсь писать правду в кредит Я боюсь писать правду в кредит Я не знаю, я в отмозглоном Я в отмозглоне Нё с любого так захочешь Думаю, а ты не против! Травки разлетаются, соседи пахнут Закупал её на опцию, злок не был на камеру Заготовил пару бенок, дальше три сезона Спасибо, ребята, большое! Спасибо, Питер! Обожаю вас всех! Дайте побольше шума, хуй его! Обожаю тебя! Надеюсь, всё будет хорошее Спасибо, друзья! Эммммм... Эмммм... Как тебе концерт Ильи? В Питере очень хороший, вот там народ пиздец отличный был вообще Я же был у него в Москве, когда он джипси выступал, ну там конечно... Ну я вам рассказывал, что мне не понравилось Концерт у него хороший был, толпа просто вообще пиздец прям Ну может быть мне так показалось со сцены, но они так тихо кричали Слэм вообще небольшой был, то есть мне показалось, что люди пришли снимать на телефоны И так больше никогда не делать, вы когда на концерты приходите, разъёбываетесь Это вообще прям, ну не круто Бля, кстати, меня облапали первый раз нахуй Чиздец, так неприятно было Вот сколько раз концерты там моих друзей, мои концерты Я всегда вылезаю в слэм, типа с чуваками слэмлюсь, меня никогда не трогают, короче Сексуальный характер? Да, да Ты как фараон Вчера я залез, короче, к Мазелову слэм И мне член облапали, жопа прям облапали, не просто разок-два тронулись Меня трогали постоянно, я охуел Я такого в жизни, ну, типа Ну, не, конечно, меня лапали Не, ну в смысле, на концертах никогда такого не было, никогда, блядь Ух, блядь, чуваки, ну это пиздец А сейчас, ну, всё хорошо было, классно Прям приняли отлично, мне понравилось Блядь, сука, кружок записывал, пальцем на микрофон закрыл, блядь Какой кринж, блядь Я говорю, всё хорошо, это самое Так, я пошутил про то, что мне подсыпали, знаете куда, вот где Гульфик от трусов, короче, вот мои трусы, там гульфик Ну ладно, второй раз повторил, уже не смешно вообще, шутка Ну я так, чтобы позитивный настрой держать Вы уж не подумайте, что я им какие-то ужасные вещи рассказываю Хотя они ужасные Но я сам виноват, я Мне всё, что предлагали, я говорю, давай Мне, говорит, можно тебя угостить, я говорю, давай Нет, ну я так часто делаю, когда отдыхаю, почему нет Вот, и, видимо, нельзя было так делать Да всё окей, просто блюю, вообще страшно У меня реакция организма просто отвратительная Но вчера, как только опьянел, я сразу домой уехал, поэтому Кринжа не будет Да, как выключить Я переслушал свой кружок, ну в смысле, можно тебя угощу алкоголем, ребята, не наркотиками Нет, часто я прихожу в бар, допустим, и узнают, говорят, давайте угощу, давай Ну всё, походу, лавочка после этого закрыта, нахуй Больше никогда, буду как в ёбаном тик токе, поняли Просить друзей, пока я иду ссать, вот так вот, ладошку на кружке, ну нахуй Он того не стоит, блядь Вот лучше подсыпали, что-то прикольно, всё, вот это уже не смешно, блядь, извините Смотрите, кстати, картина приехала, моя красивая Ну короче, никакого удовольствия, одно разочарование, блюю, пиздец, сегодня, говорю, проснулся, сразу на пол нахуярил, отвечаю, прикидите, просто, пиздец Около туалета первые два часа я просто ночевал, нахуй, потом, ну сейчас получше, сейчас Тошнота, ну рвоты нету, так же, заебись А мы приехали, там дохуя народу, я по дефолту начал, меня поугощать начали, я говорю, давай, 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 типа, хуярь А я, ну, у меня с похмельем вообще отдельная история, потому что, ну, мне очень хуёво, если я перепью, очень хуёво И я поэтому обычно не напиваюсь, я аккуратно очень пью, типа, я за градусом слежу, и тогда тоже следил Ну и, короче, мне что-то угощали, 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 я практически сам себе ничего не платил, короче Вот, и в один момент, блядь, я что-то понимаю, что меня так разорвало просто нереально Ну я, ну до этого мне нужно дойти, а так, ну, странно, ещё рано, по факту, там, ну, не знаю, часа два ночи, да, допустим Но меня разъебало, пиздец И я чуть-чуть посидел, короче, понял, что дальше доходиться не могу, уехал И на утро, блядь, такой кошмар был, просто пиздец Ну это, короче, я просто о том говорю, что у меня такой реакции на алкоголь никогда не бывает Либо я траванулся, либо мне сыпнули что-то, мне так кажется Ну сам виноват, блядь, я вообще не хочу, ну, как бы ничего утверждать или ещё что-то Меня радует только то, что я кринжа не навалил никакого, потому что там народу пиздец было Прикиньте, я с кем подрался или ещё что-то, это же вообще кринж, пиздец Ну да, я стон, ха-ха-ха-ха Да, блядь, Саша, не бей меня, нахуй Вот Ну, короче, всё нормально То есть, я не утверждаю, возможно, ну, вполне возможно, что я отравился Возможно, нет, короче, ну просто такая реакция Был у меня давным-давно друг, который как-то смешал, короче, одну штуку с алкоголем И у него утром один в один так же было Ну это давно было, но вот, говорю, вот такой друг у меня был, короче А вот и сейчас было один в один ситуация, короче, поняли? Так что... Ну это мой друг, блядь Да ладно, хули, я, блядь, первый альбом только про это рассказал, у меня первый альбом, блядь, про эту всю хуйню Всё, от паранойи до... Ну, короче, вы поняли, до ещё первого альбома, вот мой друг, короче Вот там такая же хуйня была один в один, поэтому я подумал, что сыпнули чё-то Вот, ну и, короче, всё, больше просто, ну, буду умнее просто быть, такой хуйни не делать Мне кажется, просто сыпнули какой-то хуйни, блядь, мерзкой вот этой, блядь Думаю, что я кайфовать буду или типа такого, мне хуё просто стало Субтитры сделал DimaTorzok